Еще один момент, опять-таки, возвращаясь к этому разговору. Троценко говорит, что пока еще более-менее, но потом дойдет до всех рано или поздно и, мол, начнется. Матушевский ему как бы бросает реплику, а что еще? Я думаю, уже всем дошло. На что Троценко отвечает? Нет, далеко не всем. Хотя, казалось бы, какие вам еще нужны доказательства? Как вы считаете, что должно случиться, чтобы что-то началось, чтобы все поняли? Потому что массив давления... Путин должен ослабеть. То есть, Путин должен ослабеть, и люди должны просто меньше его бояться. Потому что, на самом деле, главное, что мешает вот этому пониманию, это как раз страх. То есть, люди гонят от себя все эти мысли, все эти аргументы оппозиции, которые, строго говоря, являются правильными. Но люди понимают, что согласитесь сейчас с этим мнением, я становлюсь нелояльным. То есть, я вступаю на скользкую дорожку, которая приведет меня туда же, в камеру к Навальному. То есть, вы видите, какие репрессии разворачиваются в стране? На днях, допустим, 7 лет дали одному сотруднику МВД, который в разговоре со своим другом просто по телефону говорил, что российская армия звери, бучу устроили. Вот он бучу осуждал. Ну, просто другу по телефону говорил. Не призывал никуда там на бригады. Просто другу уговорил, что Россия ведет себя там по-свински. И в итоге ему дали 7 лет. Там вообще потрясающая история. По статье о фейках о российской армии. Эта статья предполагает публичность. И адвокат сразу, когда процесс начал, сам говорит, слушайте, ну какая же публичность? Он просто по телефону другу сказал, вот, приватный разговор. И прокурор приобщил к делу показания того самого товарища майора, который прослушивал разговор этого сотрудника. И тот прямо, знаете, вот вы смеетесь? Это смех и грех. То есть, ничтоже сумняшись, этот майор, товарищ майор пишет, да, я испытал моральные страдания, моя родина предстала мне передо мной. Там вот слово беззащитное есть, родина предстала беззащитной там и так далее. Все, публичный разговор. Есть третий человек, он слушал разговор публичный. Ну, то есть, безумие какое-то, да? И вот это вот безумие, я же просто один кейс привел, а их все больше и больше, к сожалению. И оно и заставляет людей быть пока лояльными. Просто страшно. Но в какой-то момент, когда они почувствуют, что вот власть дрогнула, Кремль дрогнула, скорее всего, это случится в результате военных поражений. Сейчас, в конце концов, идет война, и политика в значительной степени определяется событиями на поле боя. Вот еще что-то подобное тому, что было под Харьковом, под Херсоном, причем, ну, чтобы это не локального такого порядка что-то было, да, а что-то такое производило впечатление масштабности. И все, и тогда все взорвется. То есть, претензий накопилась масса, и вот этот страх, который сейчас люди испытывают, он конвертируется в ненависть. И, конечно, режим, представители режима, ну, их реально могут начать на фонарях вешать. Они, на самом деле, сами до греха доводят. Это известный феномен политологии, он давно сформулирован уже, что чем более репрессивным является режим, тем больше крови проливается, крови сторонников режима проливается в момент свержения этого режима. Совершенно типичная история, вот эта судьба Чаушеску. Режим Чаушеску был самым репрессивным, самым кровавым, значит, вот на территории Восточной Европы. И в момент падения этих социалистических режимов в 89-м году Чаушеску был единственный, кто был убит в ходе свержения этих режимов. Больше нигде руководители не были убиты и даже в большинстве случаев в тюрьмы избежали. Там то Доржевков болгарский только, тоже очень репрессивный, то какое-то время там посидел, и то, по-моему, не в тюрьме даже, а, если не ошибаюсь, под домашним арестом. Ну, то есть, был под судом. Но потом тоже его там как-то реабилитировали. Вот. То есть, все, кто были менее репрессивны, отделались просто потерей власти, ну, какими-то там бытовыми неудобствами. Вот. А наиболее репрессивный, значит, Чаушеску был расстрелян. И, ну, это абсолютно закономерно. Вот, то есть, чем больше ты эту пружину сжимаешь, тем сильнее она, конечно, в конце концов, там, тем больше энергия, значит, вот обратного действия. И нынешние власти, они в эту сторону, конечно, ведут. Сила действия равна силе противодействия. Да. Дедушка Ньютон говорил. Не о политологии, правда, но, по-моему, здесь абсолютно прямая... Да, это то же самое, да. Кстати, вот, а боится ли власть в России, народ, как вы думаете? Потому что я вот наблюдаю за поломочных новостей об отмене парадов на 9 мая. Конечно, формальная причина там безопасности и так далее, но когда отменяют там где-то в чеке, куда, ну, даже если что-то и долетит условно, то крайне маловероятно, что оно, во-первых, в принципе, попадет в парад, ну, это немножко абсурдно. И это просто у меня рождает мысль, что, возможно, власть в России не хочет, не допускать, чтобы люди объединялись в какие-то шествия на улицах, опасаясь каких-то возможных последствий. Это куда более логично, как по мне, предположить в этой ситуации. Как вы думаете, может ли быть действительно такое? И, может быть, реально уже Путин и его шайка уже начинают бояться людей? Они тоже понимают, к чему все идет? Людей, они, конечно, боятся. Они боятся, на самом деле, по-настоящему начали их бояться еще с 2004 года, с первого украинского Майдана. А вот тогда этот страх перед Майданом прям поселился в сердцах кремлевцев и Путина. Страх и ненависть навсегда. И после этого им везде всегда мерещится Майдан. И то, что они сейчас боятся, значит, собирать толпы, даже вроде бы своих сторонников, это, в общем-то, оправданно, закономерно. Они усвоили уроки Чаушетску. Напомню, что свержение Чаушетску случилось по итогам огромного массового митинга, который он собрал в свою поддержку. То есть он сначала был избран на очередной срок на съезде правящей партии, рабочей партии Румынов. Значит, это показалось ему недостаточно убедительным, поэтому через пару-тройку недель он решил собрать грандиозный митинг. Потому что там на периферии вспыхнул протест в Тамишеваре, там, ну, с этничными такими корнями. И толпа вышла на улицу, ее разгромили, ну, в общем, он решил показать, что вот толпа меня поддерживает, да. И в Бухарейске уже решил собрать провластный митинг. Собрали они этот митинг огромный, значит, согнали туда рабочих. Он вышел выступать и был освистан. Он растерялся, значит, ушел с митинга, а толпа начала все крушить, значит, вышло из подчинения. Значит, начались, в столицу были введены войска, войска перешли на сторону толпы. Начали истреблять этих спецслужбистов, секуритаты, там, местных чекистов. Вот. Чаушевск улетел из Бухареста на вертолете. Ну, и все, потом его арестовали. И буквально в течение суток выстреляли. Вот как было. То есть началось с провластного митинга. Но Путин, видимо, не хочет повторить судьбу Чаушевску. Продолжение следует.